ДТП в Самаре унесло жизнь 11-летнего мальчика. Трагедия произошла на улице Георгия Димитрова в районе 79-го дома ребенка сбила легковушка. Хотя скорая приехала на место ДТП уже через 4 минуты от полученных травм, ребенок скончался на месте. Со слов водителя, мальчик на велосипеде неожиданно стал переезжать дорогу в неустановленном месте, и мужчина просто не успел среагировать. По предварительной информации, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии. По данным полиции, он ехал по улице Георгия Димитрова со стороны Московского шоссе в направлении улицы «Молодежной». Ему 35 лет, водительский стаж с 2007 года. За это время он совершил 33 нарушения ПДД. По словам очевидцев, он также пытался оказать первую помощь ребенку. С началом летних каникул сотрудники ГИБДД и врачи отмечают увеличение аварии с участием детей. Только с начала мая их произошло 13, в каждом из которых пострадали несовершеннолетние. Выяснять точные причины ДТП на Димитрова будут следователи. А вот виновники ДТП, в результате которого погибла женщина, отделались условным сроком. В суде советского района вынесли приговор Михаилу Черепасову и Алтынбеку Каюпову. По их вине, как доказали следователи, в июне прошлого года произошла авария на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной. На этих кадрах видно, как автомобиль с видеорегистратором поворачивает налево. Вместе с ним, находясь справа, маневр совершает еще одна легковушка, водитель которой в последний момент замечает движущуюся навстречу вазовскую приору и успевает остановиться и пропустить ее. Водитель автомобиля с регистратором не успевает, среагирует в столкновение, сбежать не удается. После сильного удара водитель Хонды находится в шоке и автомобиль продолжает движение, набирая скорость. Он вылетает на тротуар и врезается в бочку с молоком. Одному из продавцов чудом удается спастись. Вторая женщина от полученных травм позже скончалась в больнице. Виновными в ДТП признаны оба водителя. Автомобиль, ехавший прямо на большой скорости, уже двигался на желтый сигнал светофора. Второй не убедился в безопасности маневра. В итоге Михаила Черепасова и Алтенбека Каюпова приговорили к условным срокам. Кроме того, они должны выплатить 700 тысяч рублей родственникам погибшей. Лихачи много и среди байкеров. Летом именно они нередко становятся виновниками ДТП. С начала года водители двухколесных спровоцировали уже 10 аварий, в которых сами же и пострадали. Перед по пресечению правонарушений прошел в нескольких районах города. Жажда скорости, драйв и адреналин. Какой русский не любит? Быстрые езды. Особенно, если речь идет о байкерах. Еженедельный инспектор ДПС фиксирует сотни правонарушений, среди которых превышение скорости, выезд на встречную полосу и езда без шлема. Все это нередко приводит к трагическим последствиям. Александр Алексеев за рулем байка уже два года. Мужчина дорожит своей жизнью и жизнью других участников движения. Оттого мерами безопасности старается не пренебрегать. На своем железном коне по городу, уверяет, ездит не более 60 километров в час. Перед поездкой всегда надевает защитную экипировку. К нарушителям относится негативно. Иногда, с сожалению, мы их хороним. Нельзя, нельзя. Есть две вещи. Защита и постоянно, постоянно повышать мастерство езды. Потому что мотоцикл мощная колеса всего два. Три с половиной сотни, три с половиной секунды сотни. Но это же серьезно. Поэтому, конечно, аккуратно. Правила движения, к сожалению, написаны кровью. Внимание! Синий мотоцикл не выполнил требования об остановке. Движется по северо-восточной сторону лесной. А этот молодой человек о правилах дорожного движения, по всей видимости, забыл. На мотоцикле нет номеров. Наверное, из-за этого минуты ранее не остановился по требованию сотрудника ДПС. Ну, вообще на мотоцикле второй год. Ну, не поставил номер. Не прикрутил свое время. Есть универсальные рамки, которые продаются. Придется заказать, поставить, чтобы таких ситуаций больше не было. Теперь молодому человеку придется оплатить штраф до пяти тысяч рублей. С начала года в Самарской области, по данным полицейских, на водителей мотоциклов составили более двух тысяч протоколов. Надзорные функции сотрудников ГИБДД возросли. Мы сейчас активное и очень серьезное влияние уделяем мототранспорту. Проводим профилактическую работу с водителями. Такие мероприятия будут проводиться еженедельно. Криминальная драма, которую вполне можно было бы назвать преступлением и наказанием, если бы не столько жертв. В Самаре после ночной смены пропал таксист, 52-летний Иван Токтаров. Он уехал из дома на Новосадовый, на Ладо-Ларгусе и исчез. Позже его тело с ранениями нашли в сливной трубе под Кировским мостом. На следующий день был найден и угнанный автомобиль мужчины. На трассе он попал в ДТП. Находившиеся в машине двое угонщиков также погибли. Спасти им удалось и водителя второй машины, участвовавшей в аварии. В итоге четверо погибших по вине двоих из них. К одному году условно и штрафу в 50 тысяч рублей Кировский суд Самары приговорил Евгения Крысько. Мужчину обвиняли в мошенничестве, совершенном более 10 лет назад. По данным следствия, в 2002 году, выйдя в отставку, а он работал пилотом на ЦСКБ «Прогресс», подсудимый обратился в пенсионный фонд с удостоверением участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, чтобы получать прибавку. По областному управлению ФСБ уверены, удостоверение мужчина получил по поддельным документам, так как в маршрутной ведомости летчиков указался путь от Самары до Припяти. Дата май 86-го года. Загвоздка в том, что на работу Крысько устроился лишь в 87-м. Были и другие факты, говорящие не в его пользу. Самого такого состава летной группы не существовало. Те люди, которые там указаны как пилот, как бортинженер, они были, но не значились в такой пилотной группе. И еще немаловажный факт о том, что в полетной ведомости указан самолет, который на тот момент не совершал данных полетов. Ан-24, так сказано в документах, доставлял груз на аэродром Припяти. Взлетно-посадочная полоса аэродрома, по данным следствия, всего 300 метров. Этому же самолету необходимо как минимум 1200. В итоге втянутыми в аферу оказались несколько человек. На суде это подтвердили свидетели. По делу Евгений Крысько свою вину признал полностью и уже вернул государству порядка 700 тысяч рублей, которые в течение 14 лет получал незаконно. Полицейские выясняют обстоятельства получения взятки заместителем заведующего кафедрой высшей математики по ГУТИ Геннадия Шевченко. Мужчину с поличным задержали 19 мая при получении более 50 тысяч рублей. Как выяснилось, Шевченко разработал схему получения с абитуриентов и студентов вуза. Денег для решения вопросов, связанных с поступлением, обучением и сдачей экзаменов. Преподавателю грозит уголовное наказание. Опасные связи. С начала года в Самаре изъято порядка полутора тысяч сим-карт, продавали которые незаконно, без всяких документов и соглашений с операторами мобильной связи. Очередной рейд по пресечению незаконной торговли провели полицейские на одном из вещевых рынков в Самаре. Пересечение Нового вокзальной и Красных коммунаров в Самаре. Торговля на рынке идет полным ходом, товар на любой вкус. Внимание полицейских прилег один из павильонов с сотовыми телефонами и не только. На витрине большой выбор сим-карт разных операторов. Вот только продают их здесь незаконно. Продавец явно лукавит. Факт продажи сим-карт зафиксировали полицейские и свидетели. Кроме того, товар выложен на витрине. В итоге только в этом павильоне изъяли более ста штук. Как они сюда попали, еще предстоит выяснить. Остальные продавцы решили не дожидаться проверки и сразу же свернули торговлю. Покупать сим-карты в непредназначенных для этого местах полицейские не рекомендуют. Неизвестно, к каким последствиям это может привести. При оформлении сим-карты данным гражданин должен был спросить у нас документы, удостоверяющие личность и уже внести сведения паспорта в договор. Деятельность по распространению сим-карт, она должна осуществляться строго либо оператором связи, либо на основании договора физического лица или юридического, опять же, с оператором связи. А вот для чего покупают эти сим-карты не секрет. Во-первых, они популярны у нелегалов, никаких документов не требуются, а также с использованием незарегистрированных ни на кого номеров совершается масса преступлений и подготовка к ним. Жертвами злоумышленников могут стать и сами воротилы незаконного бизнеса, а пока этому молодому человеку грозит лишь штраф от двух до пяти тысяч рублей. С начала года в Самаре изъято более полутора тысяч сим-карт. На этом у нас все. Вы смотрели сыскное дело. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания.